Наш Слово молитвы хотел молиться, тоже не думая об отце, а себе лично. Боже мой, хлеб дашь мне, оставь грехи мои и так далее, все лишь о себе одном. И вдруг, в начале же молитвы, при слове «наш», я почувствовал, что не имею права молиться только о самом себе, а должен молиться за всех. Так, нелегко это объяснить, но помни, что мне блеснули такие мысли, ты теперь епископ, ты не себе уже принадлежишь, а всем, ты представитель Христа Спасителя и Его апостолов, а они были ходатаями не за себя, а за весь мир. И отныне ты должен просить за всех, как за братьев и чад божьих. Эти мысли мне тогда показались весьма новыми, небывалыми. И так я начал молиться тогда. Но после, увы, опять все, по привычке молился больше за себя, мне, мои, меня, а не нам, наши, нас. И потому в обращении «отче наш» я не слышал душу этого слова «наш», а подразумевал «мой», хотя говорил «наш». А чаще всего я не ощущаю ни того, ни другого смысла, ни наш, ни мой, а только вообще Божий. Но ведь Спаситель научает молиться именно «отче наш», а не «мой». И вот теперь я едва ли не впервые в жизни должен задуматься над этим новым словом. И, конечно, не одни лишь архиереи и иереи, как духовные отцы, обязаны так чувствовать и молиться, но и все люди. Господь учил этой молитве весь род человеческий, а не епископов лишь. Почему же так? Почему не «мой», а «наш»? Какой смысл хотел вложить Спаситель, уча нас молиться так? Какие чувства должны руководить людьми, чтобы так молиться? Мы, современные люди, так стали эгоистичны, самолюбивы, что не задаемся даже такой мыслью, чтобы молиться за всех. Каждый живет сам по себе и для себя. Это самость наша, есть главное зло в мире, все от нее, ей упал первый бывший ангел. Она мать всех прочих грехов, она главная противница Богу. Она разделяет человечество, она вводит вражду не только между близкими, но и обществами и народами. Так теперь. Но не так было и не так должно быть и будет в Царстве Отца. Человечество создано было для жизни в необычайной любви друг к другу. Человечество должно было представлять собой как бы единое древо, одну семью, одно тело, как выражается апостол Павел. Мы, современные грешники и самолюбцы, даже представить не можем, до какой степени единства и любви предназначалось человечество. Откуда такие мысли? Они даны самим Христом, Господом, в его последней, предсмертной молитве к Отцу на тайной вечере. Не о них же апостолах только молю, но и о всех верующих в меня по слову их. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины, да будут едины, как мы едины. Вот какая цель пришествия Христа Спасителя – воссоединить людей в единство между собою и с Богом. И при том нужно обратить внимание, что единство людей здесь устанавливается по подобию Божию, по единству Святой Троицы, как мы едины. В этих словах кроется глубокое откровение о необычайном единстве человека. Почему так? Ведь человек создан по образу Божию, а Бог, как мы уже видели в слове «Отец», есть сама пресносущная любовь. Бог есть любовь. И, следовательно, в силу единства лиц в Пресвятой Троице и в силу того, что Бог есть любовь, и созданные по образу Божией люди тоже предназначали жить в необычайнейшем единстве и любви. Мы, разделенные и безмолвные, не можем даже и вообразить себе такой любви теперь. Лишь святые люди, уподобившиеся Богу, преподобные Ему по своей жизни, могут отчасти понять то, к чему призваны были люди при сотворении их, и к чему их снова восстановил Христос Господь. В Боге нет «Я», а только, скажу условно по-человечески, «Мы», то есть Пресвятая Троица. Там полное единство по существу и в воле, и в действиях. Это даже невозможно понять во всей полноте, и лишь отчасти человек старается приблизить это к своему разумению. Есть знаменитая икона славного иконописца Андрея Рублева, икона свято-троицкой Сергиевой лавры «Троица», явление Троицы Аврааму в виде трехстранников. Не знаю, какую идею хотел вложить в свою икону преподобный великий художник Рублев, но мне сразу открылся следующий смысл. В центре восседает Бог-Отец, справа Сын, слева Дух Святой. Решается вопрос, как поступить с грешными Содомом и Гоморрою и с бещадием Авраама. И вот Бог-Отец не сам один предрешает, а поворачивается ликом Своим к Сыну направо и вопрошает, как Тот изволит. Ничего не отвечая, поднимает смиренно свое лицо к сидящему на противоположной стороне Духу Святому и переносит свою волю на того, вот как Он Дух. Дух же Святой, едва поднимая свое смиреннейшее лицо и очи, и как бы несмотря ни на кого из прочих лиц, молчит, склонив немного голову направо, что Я, как Вы. Думаю, что негрешное дерзновение руководило мною при восприятии этого смысла, в нем выражается идея единства в Троице. У них нет самости и своей воли, и своей мысли. Наоборот, каждое лицо отрекается от своей воли в пользу других, от своей мысли в пользу прочих. Поразительно это единение в смирении. Вот как бы должны были жить люди не для меня, а для нас. Не по моей воле, а по желанию других, не я, а как Ты, как Вы. Но, Боже, Боже, как мы далеки от этого. У нас везде всегда, прежде всего, Я, Я, Я. Так пал род человеческий. Но не так было, не так должно быть. И вот восстановитель человечества сам благоволил возродить потерянное единство в любви. Сын Божий сделался человеком и включил себя в человечество, наименовав себя сыном человеческим и членом человеческой семьи. И так слился с нею, что взял на себя грехи всего мира и пострадал за них, как бы за свои собственные. А потом послал людям Святого Духа, который и стал объединять в любви человечество. Народилась Церковь Христова, как тело Его, а Он — глава Ее. И когда мы крестимся, то тут и совершается это включение нас во Христа, а через Христа в Троицу. «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися», — поют слова апостола Павла. Мы, как новая ветка, прививаемся к древу Христу, я есмь лоза, а вы ветви. И если бы мы сохранились святость крещенскую, то были бы подобны ангелам в любви и единстве. Увы, мы грешим и снова разрушаем свое благодатное совершенство. После нужно покаяние, чтобы опять восстанавливать потерянную святость крещения. Покаяние — второе крещение. Вот где корни слова «наш». Человечество, созданное и воссозданное, должно бы жить в полном единстве и любви. В некоторой степени это осуществляется в Христовой Церкви, где объединяются все народы, все классы, все человечество, как этого никогда не было до Христа. А вполне объединится человечество после всеобщего воскресения в Царстве Пресвятой Троицы, да будет все едино, как мы едино. И когда подумаешь о таком единстве, то так печально становится за себя и вообще за человечество, которое живет в постоянной вражде, ссорах, самости, корыстности, войнах, разделенности. Но при всей нашей обособленности вечно живет в человечестве идея единства рода человеческого. Все лелеют эту мечту, все страдают от борьбы. Всегда появляются люди, которые стараются воплощать эту идею в жизнь. То цари, то философы, то политические деятели стремятся объединить человечество, но, увы, доселе эта мечта остается у них мечтой. И только в истинной Церкви Христовой началось объединение. Никто ничего не называл своим, а у всех все было общее. Книга деяний святых апостолов. И то ненадолго. Однако в мире нет иного места и иного пути к объединению, как через Церковь во Святом Духе. Все прочие попытки были и будут тщетными. Только единством во Святой Троице возможно воспитывать единство. И то, с каким трудом, с какой борьбою, даже и от единой Церкви подразделились части, и все делится больше и больше, бедное человечество. Но это все слишком покажется возвышенным. Тогда оставим богословствование и спустимся к более низким понятиям. Если Бог – Отец, и Отец, конечно, не Мой, а Общий, то ясно, что все мы – братья по Отцу. Мы должны помнить, что Бог не меня лишь одного любит, не мне одному лишь Отец, а всем нам. Какая-то новая и чрезвычайная идея была для еврейского народа. Ведь евреи были воспитаны в совершенно другом воззрении. Лишь они – единственный народ, любимый Богом, и избранный им. Они весь мир разделяли на два лишь лагеря – мы и прочие, иудеи и язычники. И вдруг Господь говорит – молитесь не Отец Мой, а Отец Наш. Правда, здесь еще нельзя непременно и сразу усмотреть единство иудейского и не-иудейского миров, но уже несомненно очевидно, что этим словом «наш» разрывается та самостная эгоистичная преграда, которая до Христа отделяла меня от «не-меня» – от них. Отныне дается этим словом сознание, что человечество – люди едины, сначала среди одного общества, племени, народа, а потом и среди всего человечества. Отныне никто не чужой мне и я никому. Уже нет я, а есть мы. Достойное примечание – это сознание единства в русском простом народе. Если мы, интеллигенты, всегда говорим о себе в терминах «я», «меня», «мой», и если также именно говорит крестьянский люд о высших классах «ты», «барин», то о себе крестьяне часто говорят «мы», как о каком-то едином, единомысленном коллективе. Не результат ли это христианского воспитания церкви? Но лучше обратимся к каждой к себе. Что я должен чувствовать, когда теперь произношу слово «наш»? Я знаю теперь, что должен молиться за всех. Сначала хотя бы за самых близких мне, родных, знакомых, но и это еще не высоко. Это все же опять мои. Поэтому я обязан молиться и за чужих, за тех, кого мы привыкли называть этим холодным именем и считать их такими, и действительно не носить их в сердце своем. Отныне и чужие мне не чужие, а свои. Мало того, я теперь должен молиться и за врагов, ведь они тоже люди, Бог и им Отец, как и мне. Отец Небесный повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Поэтому если мы по-язычески и по-иудейски любим лишь любящих нас, то это невысоко. Но когда любим врагов, молимся за обижающих нас, вот тогда только мы начинаем любить по-настоящему. И таким сказано Спасителям, да будете сынами Отца Вашего Небесного. Вот когда лишь христианин становится чадом Отцу. Бог есть любовь и от нас, особенно в молитве, требует любви друг ко другу. Иначе и молитва наша ему не угодно будет. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. И наоборот, Господь очень любит, когда мы не за себя лишь молимся, но и за других. А самая угодная молитва ему, когда мы молимся за врагов наших, тогда мы уподобляемся ему в любви. И удивительное дело, как только человек начнет молиться за кого-нибудь, то очень же этот человек станет уже не чужим ему. Опыт всякому из нас показывает это. Стоит лишь начать упоминать, хотя бы только упоминать умом и языком имя человека, как он начинает нам быть уже близким. Больше того, если мы хотим выбросить из сердца своего яд злобы к врагу нашему, то нужно молиться за него. И почти в то же самое время, и уже во всяком случае скоро, мы увидим, как вражда исчезает. А если больше молиться, то не только сам почувствуешь мир ко врагу, но и тот переменится к тебе. Господь сотворит чудо любви. Но если бы враг не переменился к тебе, то на тебе, на каждом из нас лежит этот святой долг молиться из-за него, а его уже предоставь промыслу Божию. Думай о себе сначала, о своем расположении к нему, или хотя бы поминай его в молитве, и для тебя будет благо. И уже тебе-то, несомненно, будет милость от отца за такую молитву. Но молись искренне. А если нет расположения в сердце, то принуть себя насильно поминать его, и то будет для Бога угодно, а для тебя довольна. Дальнейшее сам Бог даст, ты лишь начни, что можешь. А если ты не брат другим, то и тебе Бог не отец. О, как много обязывает это слово «наш». Оно требует высоты от меня, любви. А мы так холодны, так чужды друг другу, мы даже в так называемой любви бываем эгоистичны, ревнивы, завистливы, раздражительны, требовательны. Истинная же любовь жертвенна. Она хочет добра для другого, а не для себя, от себя же отказывается. Да, истинная любовь — дело очень высокое. Она — конец совершенства, как говорит апостол Павел. Мы же весьма часто играем этим святым словом, воображаем, что имеем любовь, когда ее нет, или принимаем за истинную духовную любовь нечто иное. Однако и при всем этом нашем несовершенстве в любви все же должно молиться и за других, и эта самая молитва, или Бог за молитвы наши, все приведет к добру и истинной любви. И же и си на небесех Эти слова, кажется, не требуют особенных размышлений. Бог всегда представляется человеку, живущим на небесах. Бог — небесный, а не живущий на земле, не земной. Но мне желательно проникнуть лишь в мысль, почему Спаситель упомянул об этом. Кажется, это слово само собой понятно и не требовалось непременно говорить его. Но если Господь все же сказал его в своей молитве, то оно нужно было и нужным остается для каждого из нас и теперь. Значит, должно задуматься и над ним, над его живым смыслом, над спасительным значением его. Может быть, для евреев оно нужно было, потому что многократно они падали в склонность к идолопоклонству, почитанию земных идолов, увлекаясь языческими верованиями и представлениями. Известно, что еще при Моисее в отсутствии его, когда он был на горе Синайской, они слили тельца золотого, потом много раз приносили жертвы богам, серебряным, литым, потому постоянно требовалось напоминать им, что идолы не суть боги. Еще больше это имя нужно было для языческого мира, для которого тоже предназначалась молитва Господня. Но помимо этого имя, небесный, открывало новое понятие о боге как о существе святом, бесстрастном, причистом, духовном, надмирном. До Христа спасители не только язычники, но даже и иудеи страдали материалистическими воззрениями. Язычники представляли богов своих человекообразно, со свойственными грешному человеку страстями. Иудеи этого не имели, но и для себя искали от Бога часто преимущественно земных благ. И при таком настроении имя небесное не только отрывало молящихся от идола поклонства земным истуканам, но возвышало души их вообще от всякого земного пристрастия к духовному благу чистому, святому, небесному, как свят Бог небесный. Теперь обращусь к собственным переживаниям от этого имени, ведь молитва дана всем нам и на все времена. Какие чувства вызываются им? Для меня и это имя прежде было весьма бледным, не затрагивало сердечных моих чувств и не возбуждало особых мыслей. Первое, что приходило в голову от этого слова, было как бы пространственное восприятие Бога мною. Произнося его, я точно отрывался умственно от земли и уносился далеко-далеко в небеса, куда-то. Так было с детства. Но это истинно детское понятие долго-долго оставалось тяжело в моей душе, когда я хотел вникнуть в слово небесный. Но не думаю, чтобы это было правильно. Небесный, конечно, не означает место. Для Бога нет места в нашем смысле слова. Бог вездесущ и всесовершенно духовен и не подчинен понятиям пространства и времени. И потому относить его в моем уме куда-то далеко было действительно детским делом, хотя по возрасту я уже был очень далек от детского состояния. Разве одна была польза и от этого детского понимания. Небесный Бог где-то все же действительно есть, хотя я его не видел, не осизал кругом себя на этой земле. И с другой стороны, эта самая отдаленность его смиряла меня, как недостойно воззреть его вот здесь, близко, около, Бог должен был казаться мне недосягаемым, несоразмеримым, непостижимым. Для начального состояния этого зрения на Бога как далекого было и приемлемее, и полезнее даже. Он представлялся всевысочайшим, безграничным, столь неподобным нашей грешной земной жизни. Но после мне вскрылось, что такое понятие стоило в себе не только неверность представления о Боге, но было неправильно и в смысле моего отношения к Нему, а именно, Бог, как вездесущий, никоим образом не должен быть представляем, где бы то ни было пространственно, далеко, Бог везде, Он и тут. Вот я написал это слово и тут, и мне показалось оно опять новым, как и многое иное в молитве Господней. Читатель, а как вы привыкли представлять его прежде? Понимали ли и переживали ли вы его так? Вот тут близ, или и вами он мыслился тоже где-то далеко-далеко? Если да, то мы с вами очень неверно позволяли себе мыслить о нем, и это было нам духовно неполезно. Он недалеко от каждого из нас, говорил апостол Павел философам в Ариапаге Афинском, а филипийцам прямо сказал, Господь близко. Да и простое понятие вездесущее требует, чтобы Господь был именно близ везде и тут, вот возле меня. Такое восприятие Бога близ и в мысли и в сердце ощущали все святые, а из современных нам особенно ярко мы видим это в отце Иоанне Кронштадтском. В своем дневнике, а следовательно и в душе, он постоянно настаивает, чтобы мы мыслили Бога, Богородицу, святых, не где-то далеко, а вот именно близко. Бог ближе, чем душа к телу. И такое представление, оно истинное, придавало бы нашей вере, а потом и молитве необыкновенную живость. Бог тут. Через это делался как бы более живым для меня, более реальным. А это, в свою очередь, тотчас отражается и на всех переживаниях души, молитва становится живее, как бы говорится во уши Господу, превращается в беседу с ним или горячую неотступную мольбу. Человек как бы хватается за руку Божию или как евангельская кровоточивая за ризу Господню. В этом смысле мне представляется весьма образным и сильным жизненным фактом тот сон действительность, который видел праотец Иаков около потока и авок. Выпишу. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев сей некто, то есть Бог, что он не одолевает его, не может оторваться от Иакова, коснулся состава бедра его. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, вид Божий, ибо, говорит он, я видел Бога лицем к лицу и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл и хромал на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы, потомки Иакова Израиля, не едят жилы, которые на составе бедра. Много смыслов в этом видении, а один из них позволительно усмотреть в необыкновенной неотступности и действительности молитвы Иакова. Не отпускает Бога от себя. В Новом Завете сам Спаситель высказал ту же мысль в притче о неотступной вдовице, которая не давала покоя судье, прося его защитить ее от соперника. Сказал эту притчу Господь потому, что должно всегда молиться и не унывать. И Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит по своим премудрым и полезным нам планам защищать их. И другая польза есть от такого зрения Бога, одеснуя себя, как говорит псалмопевец Давид, твердость в надежде на Бога, отсюда веселие души. Благословлю Господа вразумившего меня, всегда вижу пред собою Господа, Он одеснуя меня, не поколеблюсь. Поэтому радуется сердце мое, веселится дух мой, даже плоть моя спокойно отдыхает, ты покажешь мне путь жизни, обилие радости пред лицем твоим, утехи в деснице твоей навеки. И про другого праотца Еноха тоже сказано в Слове Божьем. И ходил Енох пред Богом, и за это Бог взял его на небо живым. Здесь оттеняется новая мысль, святость жизни. Ходить пред Богом значит вести себя так, как если бы всякий шаг, всякую мысль и движение сердца совершать перед лицом всевидящего, будто он вот стоит здесь. А это хождение невольно побуждает такого человека быть в постоянном страхе пред Господом, который зрит все до последних мельчайших изгибов души нашей. А когда нет страха Божия пред глазами нашими, то мы погрязаем в беззаконии. Вот каких благих последствий лишаемся мы, когда представляем Бога где-то далеко. Тогда вера наша как бы тоже уходит вдаль и остывает. И наоборот, когда мы зрим его близ себя, тогда все оживает. Посему я и сказал, что не вполне благоразумны наши детские представления о небесности Божьей, как об отдаленности. Но несмотря на это наше несовершенство Спаситель все же благоволил научить нас молитве Господней именовать Бога небесным, а следовательно мы обязаны усмотреть в этом слове тот смысл, который благоугодно было вложить ему в него. Я позволяю себе допустить, что этим он учил нас не только мысли о надмирности, примерности Бога, не только как существа духовного, не только как непостижимого уму человеческому, но и как бытия действительного, совершенно отличного от всего тварного, земного, материального, хотя бы в самом тончайшем смысле этого слова. А если так, то оказывается, что так называемое детское простое представление наше о Боге как о существе далеком уже не так далеко от истины. Но только не должен отдалять его настолько, чтобы погасла самая вера и жилость ощущения его. Бог примирен, но и близок. Примирен по существу, близок по божественному, благодатному, везде присутствию к нам. Но он совсем-совсем не то, что мы тварь. Он небесный, он дух. Отсюда точно же следуют последствия, о котором прекрасно сказал апостол Павел ослабевшим нравственно колоссиным. Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолопоклонство, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы никогда обращались. А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись, сбросивши ветхого страстного человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердии, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, как Христос простил нас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий. И дальше Жены повинуйтесь мужьям, мужья любите своих жен, и не будьте к ним суровы, дети будьте послушны, отцы не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали, рабы во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца боя с Бога. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков. Я намеренно выписал так много из слов апостола Павла, чтобы в нашем сознании осталось не столько высокое богословствование, сколько полезное и правильное духовное настроение и практические жизненные святые выводы из Слова Небесного. Это особенно интересно по сравнению с Колосиными. Как видно из послания к Колосиным, глава 2, там любили заниматься философствованием и пустыми обольщениями только видом мудрости. Между тем, в жизни их общины стали наблюдаться совсем невысокие нравы, нечистота, вражда, гнев, сребролюбие и прочее. И чтобы смирить их, апостол советует им вместо этих мнимо возвышенных философии обратить внимание на свою жизнь. Основанием же к святой жизни он указал на вознесшегося ко Отцу Христа. Они, по-видимому, под влиянием гностических фантазий, занимались рассуждениями о выспренних предметах, о степенях ангелов, об отношении их ко Христу, учения об ионах. Апостол же говорит им, что действительно все сосредоточено во Христе одном, о котором и подобает помышлять. Христос же вознесся на небо о небесном, а не о земном и подобает помышлять христианину, бросив всякую пустую философию. Христианство дано нам не для теории, а для жизни, а это жизнь на небесах, а не на земле. Таким образом, это столь обычное для нас слово небесный совсем не оказывается безжизненным, а наоборот самым жизненным. Оно сразу возвышает наш ум туда, где наш Бог небесный. Оно отрывает нас сразу от земного, вводит в молитву в самом начале ее некий дух чистоты, возвышенности, святости. Оно отрывает нас от привязанностей к этому страстному, тленному, временному миру. Оно возводит нас на небо хотя бы мыслью, вниманием, устремленностью туда. И, как говорилось в общем обзоре молитвы Господней, она сразу же отделяет нас от земли своим мироотреченным духом. Все к Богу, к небу, где живет небесный Отец. Это слово небесный приводит естественно к покаянию, какой же я небесный сын и истины небесного отца, как я далек от него. И невольно из этого слова небесный прокрадывается незаметно, но правильно, дух смиренного сокрушения и покаяния своей земляности. А вслед за ним, пожалуй, может прокрасться и лукавый дух. Под видом сокрушения он хитро подставит уныние и малодушие. Ты так далек от неба, как небо от земли, и потому бесплодны твои возношения к небу. Бог так высок и далек от тебя, что тебе не стоит обращаться к нему, чтобы не прогневать его своими грехами. Но вот тут на помощь приходит то первое слово, которое произнес спаситель отче наш отец. Нет, отец не бросит своих детей, отец сам выбежит навстречу кающему садетищу, и тогда сердце опять наполняется надеждою, с которой так тепло стучит в него слово отец. И теперь мне кажется, что слово небесное и отец взаимно восполняет друг друга. Отец это любовь, нежность, милость, прощение, попечение, надежда, радость, а небесное это святость, совершенство, надмирность, примирность, возвышенность Бога над всею тварью. Там как бы тепло, здесь прохлада. А если образно считать их, то получится не разнеживающая, не расслабляющая земная горячность, а теплопрохлаждающая вечная заря. Так и поется про спасителя на вечерней свете тихий при свете вечернем. А в древности Бог явился пророку Ильи в виде гласа хлада тонко, то есть веяния тихого ветра. И так слово небесное вносит в молитву Господню понятие надмирности Бога и требований чистоты, святости. Отец небесный зовет и меня к небу земли к себе.